Был один человек, Баракавуфикум, примером могу провести. Один человек жил в Иордании, шейх я о нем рассказывал, и очень сильно любил шейх Альбань. До того его сильно любил, и Всевышний Аллах облегчил ему имущество на тот момент. Он даже купил за три в три дорого дом недалеко от дома шейха Альбань. И постоянно рядом. Шейх куда-то идет, он идет с ним, шейх возвращается, возвращается с ним. И вот таким вот образом, ну шейх к нему уже относился, ну ты свой-свой, приезжают гости, допустим, кто-то в машину садится, он говорит, ты сам как-нибудь доберись, там что-нибудь придумал, гостей. И он вот так вот обиделся. Почему? Он думал, что если он рядом с шейхом, шейх должен ему выделить какое-то особое внимание и так далее, и там подобное. И обиделся на шейха Баракавуфикум и перестал к нему ходить. Мало того, что перестал к нему ходить, но ты хочешь, не хочешь, с шейхом рядом живешь, шейх-то он человек, и у шейха есть какие-то недостатки, правильно? А когда ты рядом живешь, ты же все это видишь, правильно? Он начал Баракавуфикум гадости говорить про шейха. И вот так вот дело продолжалось, продолжалось. То есть раньше его все знали, что вот этот человек с шейхом, Это, как говорят, его там чуть ли не правой рукой. Ну, не так, но все его знают. И потом время прошло, братья, этот человек, валия, поносил, поносил шейха и стал вероотступником. Вообще отказался от ислама на саллаху али-а-фа-лафи. И никто о нем ничего не знает. Шейх аль-ва-ни-ва, как был звездой, еще ярче стал гореть. Правильно? После смерти. Чем больше время проходит, тем ярче свет его звезды горит. Так или не так? Чем ярче? А этот человек, братья, даже никто его имя саллаху али-а-фа-лафи не знает. Поэтому, пророк саллаху али-а-фа-лафи не знает, что он поистине ненавистник, то есть сам окажется безысквестным или же куцем беспотомства.